18-й век, здесь у нас 21-й век. В принципе, в двух словах можно сказать так, что война была, да, и на этом ограники работали. Но если говорить серьезнее, то в двух словах. Ну, как раньше говорили, с группой товарищей проекта «Обороны Лепой» мы занимались уже достаточно давно, Сергей Маринович, ну, заочно знакомый, но я его знал, у меня вряд ли. И, к сожалению, как и Виктор Иванович не даст соврать, тот проект, который начался уже несколько лет назад, в общем-то, оказалось, что он мало кому нужен, и поэтому все те материалы, которые были собраны, а собрано постфактум уже более полутора тысяч воспоминаний, значит, многое было по газетам, которые начинали публиковать в середине 60-х годов. С Эриком Адольевичем и Жанрсом выезжали в Лепой два года, значит, сбор тех воспоминаний, которые когда-то, в общем-то, проводились и потом были, ну, практически чуть ли не потеряно. Что-то, судя по всему, может быть, и реально уже и потеряно, но, тем не менее, что удалось выявить вот на основании тех публикаций, которые были у Василия Ивановича Савченко и от других публикаций, но вот сегодня восстанавливается более такая подробная, более обстоятельная, более доскональная картина «Обороны Лепой», но так как, к сожалению, какого-то серьезного фундаментального, ладно, боюсь этого слова, фундаментального, но монографического труда на сегодня, финансовых возможностей, нет сделать, но вот последние годы чем занимались, какие-то отдельные небольшие странички, эпизоды, которые, может быть, не имеют такого серьезного обобщающего значения, как вот Сергей Борисович рассказывал, но, тем не менее, они состоят как в мозаике, в маленькие стеклышки, которые сами по себе, может быть, и не настолько значимы, но которые в общей сумме, они дают более подробную картину «Обороны Лепой», и не только с точки зрения, давайте-ка посмотрим более подробно, что там происходило, а помогают отвечать на эти вопросы, которые очень часто сейчас задаются. Свой непосредственно сегодняшний такой доклад я бы хотел посвятить, если можно, там видеоряд должен быть. что-то открыл, а там еще есть видео. Снизу не видно. Папочки. А, папочки. Так. Просто, чтобы вы посмотрели, чему будет совершенно верно. Видео врули, скажем. Фу, не видел, а звук сделал. Звук выключен. Отлично, просто здесь хотелось бы, ну, показать, в общем-то, о чем идет речь. Речь пойдет по отдельному отряду лейпайскому торпедных катеров, которых было всего пять, и, в общем-то, можно сказать, что они силы никакой никакой не представляли. Но если мы посмотрим, что в Лепой на 2 июня с 1-го года происходило, по большому счету, это было не более боеспособным, и такой очень сильный отряд. В рамках отведенного времени мне хотелось тогда только акцентировать внимание на некоторых вещах, ну, в первую очередь, на том, какие торпедные катера были в Лепой на начало войны. Если какие-то вопросы возникали, то, когда мы посмотрим о том, как формировалась БАД в 1939 году, эти данные есть, мы с вами увидим, что в 1939 году приводят катера именно Г-5 под номерами 133, 143, 153, 173, 183. Значит, всего шесть катеров. Все они были Г-5, то есть мы можем говорить, что, но Г-5 по тем временам, это достаточно современные корабли, в отличие от тех вариантов, которые были в 20-е годы сделаны. То есть, в общем-то, это были достаточно такие боеспособные на тот момент машины. Здесь примерно показано, ну, фильм 1942 или 1943 года, он показывает, как, по идее, должно было это быть. То есть, что нужно иметь в виду? Нужно иметь в виду, что после революции Российская Федерация, ну, потом уже Советский Союз был далеко не самой богатой страной, и поэтому деньги на вооружение, в общем-то, тратить не было какой-то возможности. Поэтому старались исходить из тех средств и тех возможностей, которые были. В годы Первой мировой войны, во второй половине уже Первой мировой войны, стала популярна идея так называемого москитного флота. То есть, не нужно строить большие дредноуты, большие корабли. Строим много маленьких, дешевых корабликов, которые вооружаем торпедами. Они, как москиты, атакуют какой-то крупный корабль, или несколько крупных кораблей, только в большом скоплении. То есть, атака идет 10-15 машинами. И, таким образом, в общем-то, относительно копеечные, достаточно недорогие такие машины, они могут нанести ущерб очень серьезным и очень крупный, очень дорогой флот, в общем-то, потопить. Эта идея была заманчивая, тем более эта идея показала свою боеспособность в 1918 году, когда британские торпедные катера пробовали торпедировать, ну и, в общем-то, достаточно удачные корабли уже в Советской России. И поэтому, когда в 20-е годы РККФ начинает потихоньку возрождаться, вот это, ну, а денег лишних не было, и, будем правильно, специалистов, в общем-то, не было, и инженеров, и моряков, которые могли бы справляться с серьезными машинами, то считали, что вот торпедные катера, москитный флот, вообще, это одна из таких вот возможностей. На видеоролике смотрится, ну, понятное дело, постановочно некрасиво, что эти машины представляли, но, в самом деле, в общем-то, если мы так внимательно посмотрим, это не что иное, как обычный поплавок самолета, да, водного, но просто увеличенный в размерах. Его единственная задача развивать максимальную скорость, ну, в общем-то, более сорока узлов, а при непосредственной атаке и более пятидесяти. У такого торпедного аппарата, вернее, торпедного катера было несколько торпед, которые он упускал, и всего лишь сначала один, потом два пулемета. Первоначально пулеметы были под ружейный патрон, когда было понятно, что, в общем-то, это вообще ничто, но тогда чуть-чуть увеличили калибр. Но, опять-таки, для того, чтобы отстреливаться от, возможно, каких-то катеров противника, еще раз подчеркиваю, катеров и не более того, радиус был до 60 градусов, но при этом 60 градусов всего лишь на подъем. Поэтому, если самая простая, самая элементарная авиация делала, в общем-то, атаку по этим катерам, они не могли абсолютно ответить. Поэтому мы не должны удивляться, потому что торпедные катера при обороне Лепы, в общем-то, себя никаким образом не проявили, и рассказ, если останется время, пойдет исключительно только по эвакуации Лепы. Следующий нюанс. Очень часто задается вопросом, почему, на самом деле, Лепы и Флот себя, в общем-то, не показал и не проявил в 41-м году. Но здесь всегда остается как бы за кадром разговор о том, что уже в 1935 году было понятно о том, что Лепы, военно-морская база, она не годится для того, чтобы войска там базировались на в случае войны. И вот здесь мы сразу, значит, ну а почему же тогда, в 1935 году там замещали войска и флоты в достаточно большом количестве? Просто по одной простой причине. Потому что когда в 1935 году подписывался договор о базах, Советский Союз подписывался с суверенным государством с Латвийской Республикой. И Советский Союз должен был удовольствоваться теми территориями, которые латвийское правительство готово было предоставить. Латвийское правительство, судя из документов, одним из главных требований, намечая базы, исходило из того, что красноармейцы не должны, советские красноармейцы не должны вступать в контакт с гражданским платвийским населением. По возможности, они должны быть изолированы. В принципе, на 1939 год командование Красной Армии такая позиция вполне устраивала. И Лепайская, бывшая императорская крепость Александра Третьего, она походила более чем. То есть, с одной стороны, акватория, которая была подготовлена для приема кораблей еще до Первой мировой войны, и плюс военный городок, достаточно большой. То есть, домики какие-то, правда, к 1940 году уже запущенные, в 1939 году они были запущены, но их много. Считалось, что их можно отремонтировать, в общем говоря, разместить достаточно большое количество войск. Причем, изначально военный Лепайский городок, ну, известный сейчас как Ара Оста, он строился так, чтобы армия не особо сильно там бегала куда-то по городу, и поэтому был действительно изолирован. Таким образом, Лепай очень хорошо подходило для размещения войск на 1939 год. Но как только Латвийская Республика стала Латвийской Советской Социалистической Республикой, тут же пересматриваются взгляды на размещения там войск, и принимается решение о строительстве базы в Уздвинске, ну, то есть, в районе нынешней Болгарайи. И как только это было сделано, значит, тут же осигнуются достаточно большие средства, сейчас не буду все эти цифры читать, строится много, там много чего такого строится, и строительство пока еще не закончилось, а уже в это время начинают перегонять корабли и злепые, перегонять их активно на восток. И вот здесь можно было бы не останавливаться на этом месте. И честно говоря, я думаю, что после ряда публикаций, которые проходили последние лет десять, можно уже и серьезно говорить о том, что Советский Союз планировал напасть на Германию, но, благодаря коллегам, я понял, что эта тема достаточно актуальна, и что о ней есть смысл говорить. Значит, если мы говорим, по крайней мере, о Прибалтике, то, ну, на мой взгляд, если в двух словах, опять-таки, за то время, которое мы остались, благодаря моему прогулу, еще раз, еще извинений, ну, очень, очень было бы, мне кажется, не серьезно говорить о том, что накануне войны тратятся огромные, безумно огромные деньги для того, чтобы строить новую базу, которая находится в Восточной, причем базу, которую очень хорошо использовать как оборонительную базу, потому что пока противники валют в Рижский залив через Ирбены, в случае необходимости можно будет уйти по восточному побережью Эзеля, то есть в этом отношении база достаточно удобна, но она очень неудобна для атаки, то есть, во-первых, пока ты выйдешь из Рижского залива, пока ты пройдешь через Ирбены, потом пойдешь в Германию, это во-первых, и во-вторых, нужно иметь в виду, что Рижский залив все-таки зимой имеет способность замерзать. И поэтому, если мы говорим о планах на атаку, в общем-то, да, ну, вы знаете, как-то с логикой это не списывается. Можно, конечно, говорить, что сидели они дуболомы, которые просто, как в мультиках, то есть в здоровом смысле не думают, но на мой взгляд, конечно, эти разговоры крайне несерьезны. Это первый нюанс. Значит, второй нюанс, если мы говорим с вами о хронике, ну, извините, второе, верно, слово сборник, или в интернете, в конце концов, объединяются друг с другом координатами. Накануне 22-го года, извините, 22-го июня, идет массовый отток, ну, по большому счету самая настоящая эвакуация не только гражданских судов с какими-то грузами, в том числе и нефть вывозили, там очень боеприпасы вывозили, но также и боевых кораблей. То есть это происходило практически до 22-го числа, до начала войны. И вот эти вот пять катеров, которые там находились, они находились уже практически случайно. Вот здесь еще один вопрос, который предстоит исследовать. Известно точно, что когда в 39-м году, ну, а, поймите, в картинке дальше были лесовозы. Значит, когда их выгружали в Липольском порту, на лесовозе привезя туда их шесть торопедных катеров. Сначала они были как бы частью того отряда, который базировался на Кронштадт, но когда их привезли в Липольском порту, то было принято решение о формировании особого Липольского отряда торопедных катеров. Шесть катеров. На начало войны их пять. Это приводит к тому, что очень часто, в общем-то, в одних публикациях говорят про пять катеров в этом отдельном отряде, или, когда говорят про базу, говорят другое, в других случаях шесть. Но сейчас не буду называть эти самыми имена. Как скажу, может быть, секретно скажу. Если уважаемый мной испанин Чернышок, он в своей книге в одном месте пишет про пять катеров в особом отряде, через страницу буквально своей книги пишет про шесть. То есть куда делся один из катеров, действительно непонятно. Можно было бы сказать, что отряд был сокращен на конуне войны, то есть между 1935 годом и 22 июня 1901 года он был сокращен на один катер, но нет. Почему? Потому что нумерация не сквозная, то есть пропадает один номер внутри сквозной нумерации. То есть понятное дело, что было шесть, и перед войной куда-то один пропал, условно говоря. То есть это еще работа по выяснению, куда он делся. Но мне кажется, что вот эта ситуация, она очень хорошо показывает то, что происходило в Леппе накануне 22 июня. То есть вот это вот перебазирование кораблей, оно приводило к тому, что вот этот небольшой, в общем-то, катер с какой-то небольшой задачей просто был отклондирован, поэтому его не было. Итак, на 22 июня мы имеем пять катеров, которые представляли собой, еще раз говорю, всего лишь дюраль алюминиевой лутки из дорогого дюраля, который позволял, конечно, развивать безумную скорость, но с другой стороны, в принципе, даже ружейный патрон мог причинить этому катеру очень большие неприятности. Вот как это должно было бы быть, по идее. Это вот тот лесовоз, который, Волголес, который привез как раз Лербовский порт, все эти корабли, пусть они были сгружены. И вот здесь, значит, здесь мы упираемся в нескольких мемуаров, которые, безусловно, конечно, накладываем на те документы, которые сегодня доступны. В моем распоряжении, готове к закладу, были воспоминания Сергея Александровича Осипова, героя Советского Союза, контр-адмирала. Он накануне войны выставлял как раз отряд торпедных катеров. Это уже после того, как он получил звание Героя Советского Союза, и вот здесь, собственно, одно из его писем, которые были получены в распоряжении, где он очень кратко описывает, что происходило. Он говорит о том, что, вернее так, описания военных действий катеров практически нет, и я уже говорил, да, по какой причине, в общем-то, и не могло быть, потому что катера практически никакого вооружения, кроме вот этих легких пулеметов, которые против самолетов, то есть в ПВО их использовать было невозможно, поэтому, да, вполне понятно, что катера просто стояли на причале и во время непосредственно военных действий участие в военных действиях не предпринимали. Далее, далее Осипов описывал в этом письме о том, что, когда был получен приказ об эвакуации двумя эшелонами, в первом эшелоне три катера, во втором эшелоне два катера, они проводили эвакуацию. Как мы видим из письма, предыдущего письма, достаточно все очень кратенько там это описывается, да, только-только о том, что двумя эшелонами уходили корабли. Зато более подробные воспоминания оставил после себя, ну, это здесь только окончание, Василий Михайлович Жильцов, который командовал вторым звеном этого отряда, он пишет о том, что в 22-го числа в Лепы особый отряд торпедных катеров Осипова делился на два звена. В одном звене находилось два катера, а в другом находилось три катера, будут непосредственно его командой. А вот дальше начинается очень интересная ситуация, которая, в общем-то, крайне нелогична, и в итоге эта путаница повела за собой путаться многих историков, которые дальше приводят очень разнообразную информацию о том, как происходила руководство торпедных катеров. Жильцов рассказывает о том, что он должен был передать один из своих катеров Ивану Сергеевичу Иванову, который командовал первым звеном, и у которого в распоряжении до этого было два катера. Один из таких вообще для меня непонятнейших вопросов, если нужно было провести эвакуацию на трех катерах, значит, первый эшелон — это эвакуация штаба и командования базы, почему бы не использовать тогда звено Жильцова, в котором было три катера. Вместо этого используются два катера из вина Иванова, и у Жильцова забирается один катер. То есть не для меня это вопрос. Можно по-разному трактовать, то есть личные связи какие-то и тому подобное, но опять-таки вопрос остается открытым. Так или иначе, но после того, как были уничтожены береговые батареи, а береговые батареи крупнокалиберные, они во многом были фактором сдержанные противника на большом расстоянии от города, после того, как они черпали свой боезапас, было принято решение о любых уничтожении, они будут уничтожены в 2.30, а в 3 начинается эвакуация города. На мой взгляд, достаточно убедительный аргумент, но, правда, я еще не видел это в публикациях, я видел пока это еще только на форуме ЦУСИМА, где современный исследователь Морозов пишет о том, что начальник штаба базы Раткевич должен был оставаться какое-то время в акватории базы, после того, как два катера вместе с командованием базы должны были подкинуть ее и по официальному распоряжению идти в Венскелс, но это, в общем-то, видно, что никакого пути на самом деле в Венскелс не было. То есть была на самом деле эвакуация как можно дальше, до Риги, а потом дальше еще и из Риги. Ну, так или иначе, эта информация действительно достаточно адекватно отражает ситуацию. Почему? Потому что, во-первых, воспоминания Осикова, во-вторых, в бортовом журнале, на который ссылается Морозов, есть упоминания о том, что немецкие корабли, опять-таки различные упоминания, я про время помню, поэтому сейчас не буду различные цитаты из исколиков приводить, кто-то говорит про 4 корабля, кто-то говорит про 6 кораблей, но в воспоминаниях Осипова, в общем-то, 6 кораблей присутствуют, причем письма есть разного времени, воспоминания, которые в разное время записывались, и он каждый раз говорит 6, что, на мой взгляд, достаточно такой секретный аргумент в пользу того, что было 6 кораблей. 6,2, конечно, Конечно, два советских торпедных и шесть немецких – это разная личина. Но немцы показывают, что советские катера от боя от него вернулись, призывалась перестрелка. Было пять тяжелоураненных немцев в результате этого различного боя. После чего советские катера расходятся в разные стороны. 47-й номер отвлекает на себя внимание. В конце концов, он был практически полностью искрошен и потерял ход. Но, правда, немцы перестали к нему проявлять интерес, попытались догнать другой катер, но в итоге это позволило команде 47-го спастись. Вот это единственная фотография реальная того катера, о котором я говорю. 47-й он был оставлен командой. Опять-таки нужно подчеркнуть, что никакой спешной панической практики не было. То есть все действовали спокойно, действовали цинаправленно. Сначала была уничтожена радиостанция, были уничтожены все средства навигации, и были уничтожены все карты, потому что немцы отмечают, что никаких там серьезных находок у них не было, только единственно сам корпус корабля. Ну, они его, в конце концов, торпедированный подобрали, после чего привели в реку, ну и, может, следующую фотографию такую завершающую. В конце концов, потом, да, вот, 47-й катер, который потом в дальнейшем они использовали. Возникают вопросы, кто находился на первом катере. Почему? Потому что был ли там только исключительно сам Клевинский, который командовал базой, или там находился также и начальник его штаба. Ну, можем сейчас разводить руками. Василий Иванович Савченко писал, что штаб также находился на этом катере, но, вот, если верить Морозу, то нет. А что дальше? Дальше происходит выход двух остальных катеров. А, я понял. Двух катеров. И предполагалось, что два катера будут сопровождать два судна. Ну, здесь уже другой рассказ. Это, скорее, рассказ о Виннике, который привозил раненых. Ну, в двух словах. Жильков рассказывает о том, как мимо него проходили, значит, корабли, две непосранеными. Это сухогруз, ну, бывший латвийский, который, значит, промобилизован во время войны. И он отсылает первый катер. А свой катер оставляет для того, чтобы, ну, прикрыть, насколько это возможно прикрыть, да, второе судно, которое должно было выходить. Второе судно он долго-долго не мог найти. А вот дальше, значит, у самого Жильцова, опять-таки, учитывая, что Соки он занимал достаточно высокое положение, капитан первого ранга, плюс, ко всем прочим, игрой Советского Союза, воспоминания его достаточно, скажем так, корректны. Сегодня, ну, мы бы сказали, политически корректны. А вот у воспоминаний его Потсмана, ну, который, в общем-то, был его заместителем, информацией владел, там гораздо более таких серьезных, или неинтересных подробностей, которые описывают, как происходил поиск ответственного человека, там некого помощника комиссара, да, то есть различные версии мне высказывали, кто это мог бы быть. И обходили практически всю акваторию, то есть не только военный порт, но также и гражданский порт Лейпайский посещали в поисках того человека, то есть не были, может быть, они ошибались, может быть, никого пирса. Ну, и в конце концов, после долгих войсков было понятно, что второго корабля не будет. А из воспоминаний уже раненых мы знали о том, что первоначально эвакуация раненых планировалась на кругу корабля, но в силу того, что начинается пожар нефти, которую, ну, начали сбрасывать его военный порт, от второго корабля пришел выбор, от второго судна пришлось отказаться, потому что оно загорелось, и все корабли их прогрузили на Вениву. И вот тогда дальше уже Жильцов описывает, как он видит, на выходе из моря начинается атака Венивы, и вот здесь, пользуясь моментом Сергея Балисовича, в воспоминаниях неоднократно описывается, что с берега шел обстрел артиллерийский, но при этом они говорят, что шли атаки их авиационные. Почему я говорю? То есть кто в теме, они знают о том, что до сих пор непонятно, как погибла Венива, то ли артиллерийский зенитный огонь, как Сергей Балисов предполагает, то ли все-таки от обстрела авиации, но в любом случае, то есть и обстрел с берега артиллерий, и авиационные атаки проходили по описанию, то есть не просто самолеты летали, они реально обстреливали, бросали бомбы. И Жильцов описывает, как подчиненный ему, первый вернее, который ушел, катер был уничтожен, и он замечает, что Венива начинает тонуть. После чего он выходит из порта, понимает, что, в общем-то, второго корабля уже не будет, подбирает личный состав того катера, который уже тонет, и прекрасно понимает, что на катер посадить людей с толщиной линии бы не может, после чего он уже прорывается дальше. Ну, а подробности, что называется, в докладах. Спасибо, что вы терпели. Большое спасибо. Нет, у вас замечательный доклад. Большое спасибо. Увы и ах, раз люди не соблюдают...